Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я буду готовить кокосовое печенье. И если вам интересно, что у нас в итоге получится, то, конечно же, присоединяйтесь ко мне. Для начала мне нужно 4 яйца и 200 г сахара взбить миксером. Теперь сюда же всыпаем 200 г кокосовой стружки. И перемешиваем. Далее в эту смесь добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя. И к разрыхлителю также добавляем 200 г муки. И опять все хорошо перемешиваем. Вот такое вот тесто у нас должно получиться. Теперь я убираю его в холодильник примерно на 20-30 минут. Прошло полчаса. Я достала тесто наше из холодильника, смочила руки водой. И теперь буду начинать формировать наше печенье. Буду делать такие кругленькие печенюшки. И маленького размера. Потому что при выпекании они все-таки немного увеличиваются. Хочу еще сказать и отметить то, что мне нравится это печенье тем, что оно может храниться где-то 3 дня. То есть после выпечки, если вы его не сразу скушаете, можно положить в пакетик, и оно прекрасно сохраняется. Потому что я знаю много печенья, которого я выпекала, по другим разным рецептам. Но не все печеньюшки, они действительно хранятся 3 дня, при этом сохраняя свой вкус. Так что это печенье действительно в этом плане очень хорошо работает. И мне этим оно и нравится. Ну вот, я печенье скрутила. Не совсем оно ровно у меня получилось. Но это ничего страшного. Значит, получился из всех ингредиентов, которые сегодня я вам показала, ровно на один противень. Теперь я ставлю в разогретую духовку на 180 градусов и примерно минут на 15-20. Ну вот, наше кокосовое печенье готово. Вот столько у нас получилось. И примерно до такого цвета я всегда его готовлю. Покажу вам, конечно же, как это печенье вообще выглядит, если его отломать, немножко надломать. Таким образом оно внутри выглядит. Вы знаете, оно достаточно мягкое. Ну, конечно, когда оно полежит, чуть тверже становится. Но вкус, конечно же, от этого хуже не становится. Надеюсь, что мой ролик вам понравился, был для вас интересен, полезен. Если да, то, конечно, ставьте лайк, пишите комментарии. к этому видео. А мы скоро с вами снова увидимся на моем канале. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok